МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Выплата зарплаты в приоритете. На межведомственной комиссии обсудили вопрос погашения задолженности по зарплате. От древнего городища к туристическому комплексу в Тягашевском поселении Батревского района продолжаются раскопки. Под открытым небом в Чувашии открылся фестиваль уличного кино. Больше 2700 сотрудников 36-ти организаций Чувашии ждут, когда им погасят долги по зарплате. Такие данные озвучили сегодня в Доме правительства. Постоянно 7 июня 2019 года задолженность по выплате заработной платы 36-ти организаций в Чувашской республике составляет 166 миллионов рублей. Больше всего сотрудникам должен Чуваш Автотранс – 91,5 миллион рублей. Впрочем, его работникам относительно повезло. Как правило, сначала должника обязывают выплатить в бюджет налоги и страховые взносы. И только потом долги по зарплате. Однако республике при содействии прокуратуры удалось поменять очередность выплат. Долги по заработной плате решением суда выведены в первую очередь. Те доходы, которые будут получены от реализации имущества, напрямую направлять для погашения заработной платы перед работниками. У 109 работников Чебоксарской типографии номер один, которым должны больше 11 миллионов, дела хуже. Три года люди не могут получить заработанную заработную плату. И когда вы планируете, вообще по вашим прогнозам, разрешить эту проблему, или проблема останется и не разрешится, и людям надо сказать. Скорее всего, Михаилович, проблема эта останется нерешенной, и работники, скорее всего, заработную плату не получат. Имущество распродано, денег у основного должника нет. В отношении бывших руководителей возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об их субсидиарной ответственности. То есть, возможно, именно им придется вернуть долги. Как и для типографии номер один, вышли все сроки погашения для Чувашского бройлера компании «Экострой». По последней долги должны были вернуть до 28 февраля. Я призываю вернуться к этому графику, рассмотреть еще раз. А то мы обманываем себя и граждан республики, что до 28 февраля зарплата будет выплачена. Проходит 1 июня, зарплата не выплачена. Ну и что такое? И все-таки по большинству предприятий должников надежды есть. За этот год работникам уже удалось вернуть более 50 миллионов. Так долг в 3 миллиона погасили перед сотрудниками фирмы «Старко». Выплачен аванс за май. По предприятию на сегодняшний день долгов нет. На сегодня. Именно по заработной плате. Глава Чувашии попросил всех ответственных лиц в самое ближайшее время предоставить графики погашений и работать по проблеме не формально, а на результат. Я прошу всех членов межведомственной комиссии, вот кроме того, что вы делаете, кроме того, что мы бумаги там пишем, отчеты показываем, перейти на конкретную работу по каждому человеку по снижению долгов. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Теперь о других предприятиях, которые работают над производительностью труда. В приоритетную программу включились уже 5 компаний Республики. Сейчас эксперты Центра компетенции работают в Чебоксарском электроаппаратном заводе. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Даже элементарный процесс упаковки у работников цеха раньше отнимал до трех минут. На каждую коробку наклеивали скотч и вручную обвязывали шпагатом. Благодаря специальному станку производительность повысилась. Быстрее, удобнее и рукам легче. За день приходится упаковывать и 200, и 300 аппаратов. И еще по весу. Они разные. Вы посмотрите, вот у нас габариты какие. Это переворачиваем большие коробки, допустим, и все перевязываем. Да, но это, конечно, просто поставил на этот аппарат. Он завязал и все. И убрал на тележку. На крупных предприятиях именно время на вес золота отмечают эксперты. Оптимизировать рабочий процесс могут помочь даже вот такие стенды с пошаговыми подсказками. Главная задача коллектива – снизить издержки производства и нарастить объемы выпуска продукции. Результатов намерены добиться до конца года. Сейчас думаем, как расставить станки, как изменить логистику. И будем дальше двигаться в этом направлении. И к концу года у нас производительность труда должна на 20% быть, как бы сказать, увеличена. Программу только запустили с начала года, поэтому, как бы сказать, эффекта такого большого еще и нет. Но обещают, что будет. Повышение производительности труда стало ключевой темой Санкт-Петербургского экономического форума. Сейчас эксперты задаются вопросом, что может помешать предприятиям реализовать поставленные задачи и какие меры поддержки необходимы бизнесменам. В каждой отрасли есть те компании, у которых получается что-то одно и получается хорошо. А есть те компании, у которых ничего не получается. И с ними нужно работать особенно внимательно. Необходимы системные меры, которые мешают нам всем. Меры по снижению административных барьеров, меры по отмене избыточного регулирования. Тогда все повысят, по крайней мере, на шаг вверх, на уровень вверх свою производительность труда. Производительность всегда идет в связке с конкурентоспособностью. Ты можешь быть очень производительным, но в твоей отрасли недостаточно спроса. И тогда, наверное, производительность не пойдет никому на пользу. Первый этап реализации национального проекта в республике стартовал в конце прошлого года. Работа экспертов Федерального центра компетенций приносит ожидаемый эффект, отметил глава региона. Первые примеры очень хорошие. На 20-30% уже производительность труда увеличивается. Это о чем говорит? Это говорит о том, понимание у всех есть и команда работает на результат. Михаил Игнатьев обозначил и другую важную задачу – повышать квалификацию работников. На сегодняшний день, соблюдая интересы всех сторон, мы ежегодно утверждаем свою оригинальную программу по содействию занятости трудящихся. До конца года в национальный проект повышения производительности труда должны быть вовлечены свыше 30 предприятий. Местные эксперты специально созданного Республиканского центра компетенций сейчас активно работают в этой важной области. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Павел Иритков. Республика. Два дня, 13 и 14 июня, в Чебоксарах действовал особый правовой режим. Оперативный штаб по противодействию терроризму проводил учение. С 13 по 14 июня оперативным штабом Чувашской республики под руководством начальника УФСБ генерал-майора Игоря Кобыличенко проведен завершающий этап антитеррористического учения по пресечению условного террористического акта на объекте водного транспорта. По замыслу учения на территорию республики проникли участники террористической организации, намереваясь совершить серию терактов. В ходе проведения поисковых мероприятий установлены подозрительные лица, которые при попытке проверки документов захватили заложников и удерживали их в административном здании речного порта. Другая группа вооруженных террористов, скрывавшаяся в лесном массиве, планировала террористические акты в городе Чебоксары. В сложившейся обстановке штабам принято решение об условном проведении контртеррористической операции и введении на территории города особого правового режима. В рамках учебной КТО реализованы меры по обеспечению безопасности жителей города. Спланирован и проведен комплекс оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению условных террористических актов, нейтрализации бандитов и освобождению заложников. Действия подразделений министерств и ведомств, участвовавших в учении, получили положительную оценку руководства. Поставленные цели мероприятия достигнуты. Дети рады, родители спокойны. Для всех жителей деревни Соляное Маргаушского района это лето запомнится жаркими днями и появлением детской площадки. О том, как инициатива жителей поддерживается бюджетом и что из этого получается в сюжете из Маргаушского района. Мне нравится здесь гулять и играть. Со всех окрестных улиц ребята сюда добираются на личном транспорте. Это место, где встречаются друзья, звенит смех и летают качели. Последнее найдешь далеко не в каждой деревне. Давно мы, конечно, старались, чтобы в нашей деревне, в деревне Соляное, детская площадка была. Уже пять лет Тимофеев Геннадий, староста деревни, старается, каждый год старается, никак не получается. И вот как раз бюджетное инициативание, в общем, такая программа вышла. И по этой программе мы обратились. Инициатива поддерживается бюджетом. Жители на общем собрании выбрали, какие качели поставить, какую горку, определили место. Математика нехитрая. Общая стоимость вместе с установкой вышла на 200 тысяч рублей. 20% собирают жители, остальное из бюджета республики и страны. Если точнее, с каждого двора на детскую площадку скинулись по тысяче рублей, а их здесь 42. Проект и смету помогли составить в администрации района. В программе инициативного бюджетирования мы участвуем с 2018 года. В 2018 году участвовали в обустройстве детской игровой площадки в деревне Ладаркино. А в 2019 году сейчас обустроили детскую игровую площадку в деревне Соляной. И сейчас работы ведутся по ремонту автомобильного дорога в деревне Шербаши. Ремонт дороги в Ильинке, Шепотокасах, обустройство контейнерной площадки в деревне Ижелькасы и еще список из 19 проектов со всего Маргаушского района, которые поддержаны программой инициативного бюджетирования. Процент, сколько собирать жителям, зависит от их количества и стоимости объекта. Конечно, иногда на сбор и договоренность между жителями уходят годы. Но и отношение к таким местам, обустроенным общими силами, в итоге иное. Мы планируем огородить, и потом песочницу тоже, мы сами народ тоже это сделал, такую песочницу. И цветы хотим тоже посадить. Закончив с благоустройством, в Соленом собираются еще установить памятник павшим воинам, тоже по программе инициативного бюджетирования. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Павел Иритков, Республика. Как и чем жил древний город в начале 10 века? Ответы на эти вопросы отправились искать чувашские археологи в Тегашевском городище Батревского района. Прошли раскопки, какие открытия сделали ученые в нашем материале. Тут стояли башни, и чтобы эта площадка простреливалась. И когда нападающие входили в ворота, они попадали под сплошной огонь и не могли нигде укрыться. Хорошая оборона и выверенная система укреплений – важнейшее звено в жизни любого древнего поселения. Вокруг Тегашевского городища существовала целая сеть рвов и траншей, которые защищали населенный пункт от набегов незваных гостей. Здесь археологи раскопали наконечники стрелы, остатки вооружений. Все 10-12 веков. Нашли большой кованый гвоздь, который фиксировал навесные ворота, скорее всего, или какие-то срубные мощные конструкции. Это не все находки ученых. Рядом с городищем находились три селища – неукрепленных поселений. В одном из них обнаружили фрагменты керамической посуды. Вот эти монеты археологи нашли в могильнике. К раскопкам на месте погребения приступили впервые, хотя открыли его 40 лет назад. Исследователи обнаружили 10 могил. В мужских погребениях были обнаружены ножи, топоры, то есть такое воинское снаряжение, мужское снаряжение. В женских, кстати, тоже были найдены ножи, но еще и украшения. Стеклянные бусы, бронзовые колечки, которые нашиты были на кожаные ремешки. В одном подростковом погребении бусы и стеклянные пасты. На раскопках работают и студенты. У нас ведется практика археологическая. Набираемся опыта, навыка. Я сама нашла лично кости животных, наконечник стрелы. Это пятая археологическая экспедиция в древнее городище. Первая была в 1927 году. Исследователи полагают, что через Стегашевское городище проходила часть торгового пути из Волжско-Булгарии в Киев. Зародилась идея организации пока на уровне эскизных проектов, проектных работ и заявок на федеральный бюджет, получение возможности из федерального бюджета помощи на организацию вот этого туристического комплекса. Мы начинаем эту, на мой взгляд, полномасштабную, очень нужную работу. Проект уже получил одобрение градсовета республиканского минстроя. Организаторы надеются, комплекс станет одним из интереснейших туристических мест Чувашия. Татьяна Леонтьева, Олесия Русакова, Бухтияр Велиев, Республика. Борщевик жжет во всех смыслах. Перспективная в 1960-х годах кормовая культура превратилась в серьезную угрозу для придорожных земельных участков улиц и полисадников. Этот сорняк занял земли во многих районах республики. Как борются с ним, об этом Юлия Важенина. То ли трава, то ли дерево, то ли биологическое оружие. Речь идет о борщевике. Городских жителей он заботит мало, все о нем что-то слышали, но чем он так опасен, знают лишь единицы. А попробуйте отъехать от Чебоксар каких-то несколько километров, и вы увидите огромные колонии гигантской травы, отдельные особи которой достигают высоту более трех метров. Отличительный признак исполина в белые зонтики на макушках. Это и есть борщевик. Для начала мы должны знать, что борщевик у нас многолетнее растение. Он размножается семенами и дает очень много семян. До более 20 тысяч семян он дает одно растение. И распространяется как бы и людьми, и птицами, животными. В прошлом веке борщевик завезли из Северной Америки, как кормовую культуру для скота. Однако местные животноводы быстро почувствовали, что его введение в рацион коров придают молоку горечь. Невостребованный борщевик начал завоевывать территории, размножаясь сам по себе. Всего за несколько десятков лет он распространился на больших площадях. Особенно много его в Батыревском, Порецком, Красноармейском районах. Специалисты подсчитали, агрессивное растение захватило в республике пространство в 300 гектаров. Нужно в начальной стадии бороться с этим растением, потому что растение, когда уже соцветие уходит, то семена, естественно, распространяются. Поэтому лучше обрабатывать и химическую, и механическую обработку проводить лучше в раннем возрасте. Спасают земли своего района сами жители. Вооружившись косой и лопатой, а где-то и химикатами, они безжалостно истребляют сорняк. Обработали кирбичи там. Ну, в то время разрушились корни лопатами. Пугать надо. Все равно. Сорняк не надо нам такой. Любой агроном знает, от борщевика лучше держаться подальше. На растение ядовито. Содержащиеся в нем кумарин и эфирные масла способствуют образованию ожогов при прикосновении. Наибольшую опасность борщевик представляет в летнее время. Пыльца и сок вызывают сильную аллергию. Были случаи, когда люди получали токсические отравления. Опасен сок и при попадании в глаза. Велик шанс ослепнуть. Поэтому истреблять борщевик нужно чем раньше, тем лучше. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика. В детском лагере «Звездный» и Цивильского района Республике завершилась первая многопрофильная смена. Ребята здесь не просто отдыхали, но и набирались мастерства в интересных для них сферах. Одно из самых больших профильных направлений в лагере – юно-армейское. Здесь два отряда, а это почти 60 ребят. Идет серьезная подготовка к военно-патриотической игре «Зорница». Ребята должны уметь многое. Вот, например, мастер-класс по самообороне от титулованного спортсмена, восьмикратного чемпиона мира Алексея Соловьева. Встреча с такими знаменитыми людьми, неоднократными чемпионами мира, вдохновляют ребят. Мне очень понравилось, как в стойке можно перебраться на борьбу и как быстро делать такую растяжку. Я вот хотел сказать по поводу кикбоксеров. Они очень много старались для того, чтобы драться так хорошо. И вот я им дали совет. Горжусь им. Алексей Соловьев – еще и начальник регионального штаба юно-армия. Желающих попасть в ряды будущих патриотов становится все больше. «Чуваша» стоит на третьем месте в стране по количеству участников – почти 10 тысяч. Организация профильной смены в лагере – это еще один шаг в развитии общественного движения. Здесь приезжали детишки с Северского детского сада, которые были в юно-армейской форме. Такой замечательный отряд пели гимн по-чувашски, по-русски. У нас очень много увлечено ребят. И родители, самое главное, чувствуют эту ответственность. Потому что уже с детского сада они пытаются и хотят, чтобы у них дети стали юно-армейцами. А потом, впоследствии, возможно, кадетами. Еще один интересный гость – ветеран боевых действий Югославии, чемпион России по стрельбе из лука среди спортсменов-колясочников Евгений Касьянов. Очень приятно, что у нас в Чувашии тоже это движение юно-армия, но получило большое развитие. А хочется вам пожелать, чтобы вот сейчас, именно с юных лет, вы стремились стать настоящими гражданами нашей Родины. И если кому-то из вас придется принять участие в боевых действиях, чтобы вы достойно там себя проявили, и помните, самое главное – это ваша жизнь. Сейчас, с молодых лет, занимайтесь спортом, учитесь, развивайтесь, достигайте каких-то высот. Прямо противоположное, но не менее интересное направление – художественное. Арт-лета собрала в одну смену талантливых ребят. Материал, который они набрали за время пребывания в лагере, поможет им при поступлении в художественное училище, считают они. Каждый день мы с отрядом выходим на планер. Больше всего мне понравился планер за территорией лагеря. Мы рисовали отражения в воде, деревенскую архитектуру. Также в лагере мы рисовали центральную аллею. Всего в лагере «Звездный» семь профильных направлений. Программы обучения подбираются индивидуально. Профильные смены в нашей республике проводятся с целью организации развития детей. Вот такая вот интеграция обучения, образования, спорт, отдых, оно, естественно, дает положительные результаты. Первая смена лагеря завершилась. Самые активные ребята получили призы и дипломы. В Чувашии начался фестиваль уличного кино. До сентября на разных площадках республики можно будет посмотреть фильмы молодых российских режиссеров, устроившись на газон или укрывшись пледом. Фестиваль проходит уже четвертый год и считается всемирным. Мы показываем семь фильмов, семь короткометражек. Фильмы очень интересные. Интересны они тем, что их мы больше нигде не увидим. Как в кинотеатрах, так и по телевидению тоже мы их не увидим. Их отбирали. Эти семь фильмов отобрали из тысячи фильмов. Каждый фильм несет в себе определенный смысл. Все о нашей жизни. С помощью фонариков на телефоне зрителям предлагается определить лучший фильм. По результатам народного голосования в тысячи городов будет выбран режиссер-победитель. Короткомитет фестиваля окажет автору поддержку в съемке и прокате его полнометражного фильма. Узнать даты ближайших показов и площадки, на которых будет снова установлен надувной экран, можно на сайте Чувашкино. Транспорт на Троицу до кладбищ по всей республике будут ходить более 250 автобусов. И в субботу и в воскресенье рабочий график с 6 утра до 8 вечера. В городе Новочепоксарск в эти дни, в субботу и воскресенье, будет задействовано 65 автобусов для перевозки пассажиров, горожан до кладбища. Это автобусы среднего и малого класса. А на территории города Чебоксары будет задействовано более 100 единиц техники. Будут организованы два маршрута. Это 30-й и 249-й. 30-й будет отправляться с территории ЖД вокзала через Карачуру в Яуши. А 249-й маршрут будет отправляться с территории разворотной площадки сквера Чапаила через Лапсары сразу в Яуши. Столица Чувашия вновь станет местом проведения чемпионата России по спортивной ходьбе. В эти выходные 15 и 16 июня в Чебоксары приедут более 200 сильнейших скороходов России из 20 регионов. В соревноваться ходоки начнут на набережной Чебоксарского залива утром в субботу. Мужчины и женщины зайдут на 50 километров. Здесь же в 16.30 пройдет церемония торжественного открытия и награждения победителя и призеров марафонского захода. Сразу же после этого мужчины и женщины отправятся на 20-ти километровку. В воскресенье соревнования переместятся на стадион Олимпийский. Там впервые в рамках национального первенства проведут межрегиональные соревнования «Юный скороход». Таким стал последний рабочий день этой недели. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова